В Андрюшкино Нижнеколымского района ситуация стабильная, но завоз топлива и ресурсов в село все еще осложнен из-за бездорожья. Зимники к поселку пробивают с трех сторон, однако все еще остаются десятки километров. Виталий Абрамов подробнее. Не успели дорожники пробиться к Колымскому, который был отрезан от внешнего мира, как эстафету с экономией топлива приняло следующее село Нижнеколымского района Андрюшкино. Это буквально следующий поселок после Колымского, в 450 километрах от Черского. На сегодня запас жизненно важных продуктов хватает, уверяют в администрации. Топлива на котельные хватит еще на две недели, а в электростанции на три. Ну, в принципе, у нас обстановка стабильная, население понимает, что здесь обстоятельства, что вот пробивка зимника идет с такими условиями, с тяжелыми условиями, вот. Поэтому, ну, пока терпим. В настоящий момент к поселку пробивается с трех направлений, при том приоритетные два с соседнего, Среднеколымского района, так как депонационный пункт находится именно там и оттуда куда ближе, чем с Черского. Дорожникам осталось пройти порядка 60 километров. Лед был очень тонкий, поэтому мы не могли вовремя приступить и выпустить дорожную технику на работу. Там зимники практически все идут или по рекам, или по озерам, то есть обойти их практически невозможно, вот это вот очень сильно помешало. Ну и сейчас тот снег, который выпал, он, скажем так, уплотнился, очень плотный снег и очень много снега, и техники тяжело работают, поэтому работы идут, конечно, не такими темпами, как хотелось бы, но работаем как можем. По планам, дорога жизни до Андрюшкина откроется в течение 4-5 дней, так как из-за сложных условий за сутки удается пройти не более 10 километров. В Среднеколымске своего часа ждут 4 грузовика с нефтепродуктами. Как только зимник будет готов, они отправятся в путь. Виталий Абрамов, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.